В Азербайджане официально дан старт году Абая. В Бакинском государственном университете прошло торжественное мероприятие, где собрались представители делегаций из Казахстана, Азербайджана, Турции и Кыргызстана, а также руководство Международной Тюркской Академии и Тюрксой. В этом году по всей стране планируется проводить конференции вечера, посвященные 175-летию поэта. Празднование 175-летия Абая Кунамбаева официально начато в Центре казахской культуры, которые носят имя мыслителя. Центр при Бакинском государственном университете действует уже девятый год. Здесь регулярно проводятся конференции и вечера, посвященные творчеству казахских писателей и поэтов. А этот год обещает быть еще более насыщенным. Каждый год мы посвящаем одному из великих тюркских мыслителей, поэтов и писателей. Сегодня мы открыли год Абая в Азербайджане, презентовали книгу «Путь Абая». На протяжении года по всему миру пройдут конференции и культурные программы, приуроченные к юбилею классика. Одно из них состоится в ЮНЕСКО. Их цель – продвижение творчества и философии казахского мыслителя, вклад в сохранение наследия. Международная тюркская академия вручила Центру Бакинского университета около 60 книг о тюркской литературе, в том числе творчества Абая Кунамбаева. На встрече говорили о необходимости объединения усилий тюркских стран по изучению богатого наследия Абая и других мыслителей тюркского мира. И создание книжного фонда – один из шагов на пути к этому. Абая – один из гениальных поэтов. Он внес вклад в развитие не только казахской культуры, но и в объединение всего тюркского мира. В нашем университете действует Центр казахской культуры имени Абая. Мы планируем расширить его деятельность. Хотим, чтобы этот центр внес еще больше вклад в изучение казахской литературы. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой с участием народного артиста Казахстана Кенжигалим Мыржикбая и Элены Сахнон. Они исполнили композиции, написанные на слова Абая Кунамбаева. Шафа Галеева, Айгюн Гасан, Хабар-24, Азербайджан, Баку.